Можете, мы конечно вчера говорили по поводу плотины, но еще раз кратко сказать для видео, какие были прежде всего самые такие задачи, почему это было остро необходимо сделать? Ну и так понятно, в первую очередь принятое решение краевого совета депутатов о восстановлении Потеряевки, восстановление вся инфраструктура входит, Потеряевка не была без пудов, не была без дорог, не была без веса, не была без садов, это мы все должны восстановить, еще многое восстанавливать придется, восстановить, конечно другое население, другой дух здесь, ну а это касается мертвым, неодушевленным вещам, колодца у каждого, то есть мы это все в том же порядке восстанавливаем, там была рыба, мы купались, где были мы, там лужа была, и так понятно, лужей, озеро настоящее, увеличенная в поверхности, в версии называется зеркало воды, 5-6 раз, было допустим там 70 сантиметров, самое глубокое, сейчас 4 метра, рыба, вот она за столом, так что, конечно эти деревни не занимаются, дороги не делали, тут прыгали через кирпичи, только может пройти Беларусь, вот такие вот, кореи, и они еще не, то есть и средств нету, я этим занялся, все дороги при выезде, вы видели, как они уже, у нас даже сил нету, и при том к властям не обращались, не знаем, где никто, и как, нам разрешили, этого достаточно для нас, мы сами все можем делать, приступили к работе, да, меня это не касается, я делаю для Бога, написано все, что делаете, делаете, как для Бога, и поэтому ошибки здесь никакой нет, появились новые птицы, изменяется микроклимат, новые там гнезда, новые звери даже появились, а я их знаю сколько всего, как-то один раз рассчитал, 47 разных названий птиц, никогда так много не было, Удода никто никогда не видел, Соловей не пел, Соловей поет, Удод по дороге бегает, вот утки трех разных, шелохмострые там, и нырковые, гагары даже были, перелетные птицы тут садятся, аисты, зуравли, ну другое все, а когда нет, на лодках поплавать, повеселиться, или там грязная лужа с комарами, тут сам вопрос только себе, для чего, то, что хорошо, купается, чистая вода, одно удовольствие, а где мы, коровка поет, вот если весной наберется вода, там ничего нету, все промерзает, а теперь будет больше двух метров, мы сразу, я уже знаю, где брать рыбу, привозить будем, разводить золотистый карась, вот мы покупали каждый год карпу, запускали, а осенью помаленьку вылавляли, ну, малая часть, остальное быстро выбросить, он скляпать это в камышах, не достанешь, поэтому я так и делаю, дороги, ну, теперь ходят они с сухой ногой, как говорится, просто я человек, я здесь живу, и где бы я ни был, вот пустили меня на квартиру, просто сказать так, я знаю, что много детей у него там было, тоже интересно, какой-то в пенсии карту, они первые меня приняли, а потом другие хотели взять меня на квартиру, я не пошел, писание говорит, не переходите дом в дом, я подружился с его женой, Марков, звать ее, а он, Александр Семенович, и вот ей врачи сказали, два ребенка, третье тебе не родить, там крутил показания, и вдруг приехал у них баптист, бородой такой, откуда-то с Ульбекистана, кажется, и тоже ее обследовал, тоже знаком с гинекологией, и тоже сказал, Марка, тебе надо аборт сделать, она пришла и ко мне, она заплакала, ну, я с ней, давай молиться, Марка, у тебя сколько-то сделает, ты убри, ну, не будь убийцей, и она родила, хороший мальчик родился, его назвали Павел, и говорит, это Игнатиев, он его спас, третий ребенок, и после этого у них было еще восемь, еще восемь, вот, так верить, а почему ты в этом мешался, ну, я не просто мешался, у них нет подвала, я нахожу место, я на работе работаю, мне можно выписать, сарая нету, я живу, плачу за квартиру, там или нет, сейчас не помню, но я теперь обстраиваю этот дом, как будто мой дом, а уходя, матра, все, я оставляю людям, беру с собой только одно одеяло и просто, когда я уезжаю оттуда, это практика моя такая, вот, я проповедую где-то, прямо около выхода из метро, там где-то храм стоит, и женщина одна подошла, и у меня Библия раскрыта, я, она вот и сразу вышла, вокруг тут уже огромная толпа, и одна женщина долго слушала, молодая, подошла, мне денежку вложила в Библию, помоги, чтобы хрущеный сдох, я не могу молиться об этом, возьмите обратно, а бывает, а какой-то там на свои денежки, мне нельзя, я не могу зашить их, а у меня такой свой принцип, я считаю, сколько дали, 100, я должен сейчас же, сегодня же постараться отдать 105 кому-то, и ты в этом еще больше не судите, или обеднее делались, я сам себе придумал правила, которые меня давили, я с этим живу. Первый раз я это рассказываю, когда людям, они не верят в это, я ничего не знаю, Библия первый раз в руках, и там стоит такой вот баптист, проповедный, о десятине, десятую часть заработка отдавали в церковь, и ставили десятку, я молодой, но у меня ревность такая о душе, я решаю для себя, я деньги буду платить, тысячу заработаю, девятьсот отдам, я пятьдесят восемь лет так и прожил, поэтому на двух-трех работах всегда работал, при выработке почти всегда 280-300 процентов. Понимаешь, у меня свои принципы были, и на себе самое рвание, но за рвание я не люблю, чтобы занатанное было, вот она у меня сейчас еще надет, ты видишь, какие заплаты, мне даже никакой нужды нету, что обо мне думает, скажет, то есть я вышел из того возраста, вот меня как-то обзывают, еще я могу согласиться, но когда говорят старик, не соглашаюсь, у меня внутренне нет настроя на старика, а сколько лет? 25-30, я застрял в этом возрасте где-то, все время с молодежью, со студентами, в детский лагерь, я никак не могу войти в свой возраст, не надо бежать, я бегу, не надо там в квартире, я опять лезу, на голубятину, на голубятину. И я считал где-то, возраст определяется востребованностью. Я востребован где-то, ко мне обращаются, вы приехали, значит я не старик. Так что это не обижает меня, но внутри я себя не согласен, я не старик. 82-й год. Если бы, ну, посмотреть с высоты на вашу жизнь, вот вы сами, да, и была бы возможность что-то поменять, изменить, что бы вы сделали? И вообще поменяли бы вы что-то? У меня стихотворение есть такое, у речушки там старик, сидеть старик задумался, и рядом тихий шепот в речке этой. Вот такую жизнь прожить бы мне, которую я узнал, как тюрьма его, это первый год, как я обратился к Богу, и Бог как будто услышал, и все печаталось на мне, я так и прожил. Я по-другому не смог бы жить, и как раз, мне по силам все это. И тюрьмы, и лагерь, и психиатрия, все по силам было. У меня характеристики, которые психиатрия, такие не дают. Какой характер, как я бесстрашно проповедовал, заходил, и притом не был навязчивым, теплый характер, ну разные такие. Это пишет там человек Мазур, Моисей Аронович. Его долго ждали, пока приедет с Москвы к Кемерову. Я так же его прожил. Конечно, где-то более ревностный. Я сон сокращал до двух с половиной часов, дальше не потянул. Два с половиной часа только спать. Меня жена ни разу не видела лежащим днем. Она не знает это. Сидя, откинулся, 15 минут больше нет. 15 минут проходит, и как шепот вознялся, что пора. Открываю глаза, никого нету. Я верю, это ангел. А другой раз, видимо, я не слышу, он так... Я туда-сюда, никого нигде нет. Я скорее тогда, Господи, проси залез в одну молитву. Я верю, это Господь делает так. Это Бог, а Его там ничего нету. Я оборачиваюсь назад, вот, неграмоты нету. Ну, нет у меня, что если у Геннадия Паста там, учились люди, нету. Но я все время самоуком учился, как Андрей Кураев говорит, очень начитанный. Он меня признал, интервью дает, читали. Самым там знаменитым, великим миссионером. Я таким себя не считаю. Но то, что я сделал, проехал, по милости Божьей, это никто не сделал, не делал и не сделает. Это нельзя сделать. Почему? В первую очередь должен быть материал, подарки, счет. Я ехал с книгами. И мы подарок сделали при 8 тысячах пенсии на 35 миллионов рублей. И 650 городов и районных центров. В Девостоке до Диссабовне, Скандинавия, Прибалтика, Собака. Охраняли встречи, а встреч были тысячи. И мы везде несли Слово Божие. Специально газель купили для этого. Это моя жизнь. У меня стихотворение о женщинах написано. Когда я его считаю, ну, а о женщинах что написать? Там платье, там другое. У меня особое оно все. Я женщина всем, благодарен и в досталь, Что мимо меня, не заметив, прошли. Взгинули шли косы, Змеёй струили щекосы, Заноза я в них не вошел, И нечего того решить. И последний куплет говорится о том, Обстиран на шатком своем табурете, Как в кресле, И ум мой, блудок неисточен, По-прежнему острый. А впереди, в острове, Рядом со мной прекрасные, чистые сёстры. Один не бывает. Всё время с молодёжью, студентами, детскими лагерями. Это повлияло на моё восприятие этого мира. Люблю стариков среди них, А себя не чувствую стариком. Нет этого чувства. Последний вопрос, но он немного глупый. Последний вопрос, но он немного глупый. Вы боитесь смерти? Знаете как, не испытал, как бояться-то. И не хотел бы быть, Не хотел бы я бесплодным К трону Господа прийти, Хоть одну хотел бы душу, Но пройти один в украх нести. У меня есть стихотворение, Не спешите меня хоронить. Здесь и он поётся, На музыку положенной поётся, Не спешите, как я вижу, И окружит на мытарствах, Как бесы. Бейте только прицельно и точно, Из псалтыри, Из тысячи ружей. Помогите мне пройти мытарство. Я подвожу итог. Дальше другое. В прихожей сидят люди, Пришли, я гляжу апостолов, Я с ними родной и близкий. Теперь обниму, Кого я верил столько лет, Я считал их труды, И теперь я их увижу. Понял, что смерть для меня, Говорит апостол Павел, Филиппинцам 1, 21. Смерть для меня, Он прямо говорит, Для меня жизнь Христос, А смерть приобретение. Смерть приобретение. В латышском языке, Нааванесауглюс. И смерть несет плоды. Вот я что давал, Жертвовал, Все. И теперь это все, Вернется к тебе, Господь, Говорит, Давай счастье, Семи полноте, И восхидуй сверху этого. Бог требует столько, Я всегда старался превысить это. По ревности. Бог любит мой дух до ревности. И я люблю Господа до ревности. И когда говорят, Что там, Во имя Бога, А самое не так, Я ревную о Боге. И поэтому, Такие мои поступки. Люди этого не знают. А что спокойно не сказать? Ну, я ссылаюсь на места Павла. Прямо, Илья сказал, Ты враг всякой правды, Сын дьявола. Это, Сыном дьявола назвать? А Христос говорит, Ваш отец дьявол, Вы хотите исполнять похоть отца вашего, Родным и близким евреям. Это не собакой назвать. Ну, сказал Петр, Говорит, Да не бой с тобой того, Что вы распространены. Говорит, Отойди от меня, сатана. Христос как будто разбрасывался словами, Которые сегодня сказать страшно тебя задушат. Ну, хуй, что там? Я посещаюсь. Апостол сказал. Я не хочу, Чтобы мне Господь это сказал. И поэтому, Я что мог, И сделал. Больше я этого не мог сделать. Вот я бы хотел один час спать, Как Арсений говорит, Но я стал засыпать на ходу. Даже здесь было. Несколько раз печатал, И в момент заснулся. Два раза ударился, А клавиатуру разбил нос, Круг даже. А недавно печатаю, Разговариваю, И отключился, И повалился. То есть, На самом пределе. Дальше никак. Я тогда сразу все прекращаю. На стену облокотился. 15, Сейчас 15 минут не хватает. Уже 20 минут встал. 20 минут, Да иногда бывает дважды в день. Это Леонард Дали еще все доказывает. Эти маленькие перерывы. Это позволяет более подготовно Использовать 24 часа. Мне вполне будет хватать Два с половиной часа. Конечно, Сердце не тянет. Я должен обращать внимание, Как машину без разогрева, Ты видишь, Еще дальше-то будет. Так и это. Воню. Спасибо вам большое. Спасибо, Христос, У нас говорят. Слава Христос. Я благодарю Богу, Что вы приехали. Вопросы трудного, Ни одного не было. Ну, то, Что у меня Тысячи, Тысячи вопросов От студентов, От преподавателей, От академиков. Ну, У нас не было Какой-то задачи У нас не было Задачи Каких-то сложных Вопросов задавать. Мы хотели Снять Именно как О вас Как вы живете Скажем так, Как Ну, да. Да, Золотоуст Потерявки Спустя, скажем так, Столько лет, Скажем так, По-своему. А вот если вы Зайдете на По скайпу, Какие вопросы Отмечают по папкам? Там немерено, Там на тысячи уже. Да, Представьте, Да, Отдельно Вопросы По-моему Это 12 томов. Да, Я был Ознакомился Это, конечно, Мощно. Я 3 тома Это посвятил Эта теме. 3 тома. Каждая книга 700 при себе Страницы. Вот Монцуранская книга Там У меня Олимпур посвящен. И Я это не считаю Каким-то достижением. Просто я живу. Живу свободу. Сказали, На обед пришел. Да подожди, Приготовил, Вышел. Вот поймал там Сегодня Крыса. Да великое ли дело? Ну, А я голубей спасаю. Сейчас договариваться Буду, Кто будет ухаживать. У меня заботы Мен какие-то такие. Куда шарик одевать? Кто останется? Это мне Все забыл. У меня надо все Уладить. А теперь Тамошли Теперь буду Надоедать. А почему? Посмотри, Чтоб еще не забыть. Я очень в этом вопросе Таких Занудой называют. Я тогда К человеку опять Вот вы не так? Я еще один раз скажу. Ты не заполняйся Так. Я тебе решусь искать. Низкий поклон. Ну, Спасибо вам, Низкий поклон, Что приехали. Не, не, не. Вам ниже. Важно Память, Что бывает. И мне тоже. Двигает Это из них По них Диссертации 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 Около 40 км Такой силы Сделать В каждой Рецепт Смело Сделать Возвали Какая красота Как будет дальше? Ну, не знаю Но то, что есть И теперь Вот оно Вот они объятия Кто-то Не выдержит Путь Не пройден Будет Ну, это Дело Другое Ну, здесь Первый раз Когда это Клига Прошла Вот наш Епископ Евтихий Патриарх Алексей Второй Ну, там Эти корреспонденты И под яконы Вот, пожалуйста Я подпишу сейчас Смотри Это я на проповеди Это мальчик Прещащается Батюшка Прещащается Это крещение идет Это Володя Володя Примел крещение Господь С подобием Ну, а здесь Видите Вот он У воды Выходит Это молодые Голубей Да, он Выпускает Черного Голубя А на белого Вот стоят Секунами И опять На первом плане Господин Пащенко Хорошо Мы уже Все Собираемся Потому что Должен успеть Я не могу Так Простите Не знаю На Новосибирске Ходи В общем Там Хотели посетить Пару мест То есть Чем раньше Там Окажетесь Тем лучше Да Просто Боюсь Что Мы Вряд ли В ближайшее Будущее Приедем Хотели Посмотреть Пару мест Вот Можешь Хотя бы Чаю Попьем Ну да Чаю Попьем Да Нам Поставить Спасибо Ты как Не очень Голубой Брат Поставь Пожалуйста На огонь Прямо Они сейчас Чаю Попьют И все И поедут Да Они Торопятся В Новосибирск Еще хотят Попасть В Новосибирск Хотят Попасть Еще Ставь Прямо На огонь Там же Есть Открывать Ключ Второй Открываю Лучше Конечно Всего Надо было На дальний Поставить Там Жару Больше Да Там Открывай Пламя Поднимается Больше Все Я бы отметил Что тут Очень Сытная Обеда И Вообще Ну серьезно Я Давно Так Не ел Оно Вроде Просто Вкусно Сытно Как-то Ну это И качественно Стараемся Ради гостей Конечно Да Ну Все Очень Приятно Открывай 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 Немон Немного